Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Interday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Досмотрите видео до конца, я обслужу экономические события, на которых можно заработать, и такие экономические события есть на этой неделе. Ну а сейчас давайте приступим к анализу. Итак, британский фунг к швейцарскому франку. Ожидаю в случае, если он дойдет до уровня сопротивления, то в районе цены 1.2262. Цена может отбиться вниз и можно заработать на падении. Соответственно, может зайти как рыночными ордерами, так и отложенными ордерами, в зависимости от выбранной вами стратегии. Меня часто спрашивают, сколько ставит Take Profit от открытия ордера. Подробно об этом я рассказываю на своем обучающем курсе. Ссылка на нее на моем канале. Ссылка на канал будет в описании к этому ролику. Ну а сейчас я могу вам порекомендовать лишь торговать, ну как минимум 30 пунктов Take Profit. Ставьте, уже не ошибетесь. Конечно, я ставлю их больше, но это зависит от таймфрейма и от других особенностей. Моя стратегия скальпинговая как-то срочная, поэтому мне хватает и 30, 50, 100 пунктов от сделки, потому что я захожу повышенным объемом. Но, кстати говоря, это не настолько повышенный объем, как некоторым кажется, что это очень рискованно. На самом деле я торгую с плечом не более 1 к 10. Это рекомендуют все опытные трейдеры. Любому скажут, что при торговле с плечом 1 к 50, 1 к 100 и больше риск повышается. Ну, мне достаточно 1 к 10. И при этом торговля скальпинговая и можно зарабатывать на коротких сделках, а не сидеть в них неделями и ожидать, когда же цена придет к вашему Take Profit. Как правило, мои сделки закрываются несколько минут, ну, может быть, часов. Поэтому торговать по моей стратегии очень удобно и комфортно. Каждый понедельник я делаю выпуски со своими сигналами на прибыльные сделки, поэтому вы еще не подписаны. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой канал обязательно. Также есть Telegram-чат. Итак, поехали дальше. Евро-фунт подходит к линии сопротивления. Линия горизонтальная, поэтому достаточно диапазон разворота может быть широкий, да, как чуть выше, так чуть ниже этой линии. Ну, ожидаем в районе цены 0.85-0.87 разворот цены вниз, поэтому можно заработать на продаже. Британский фунт, австралийский доллар. Тут у нас два варианта, да, если цена пойдет вверх, у нас хорошая линия сопротивления, очень хорошая. Сигнал прекрасный, ожидаем. Обязательно зайду в сделку. Цена 1.77-0.45 в этом районе на текущий момент можно ставить ордера на продажу. Также, если цена пойдет вниз, внизу у нас линия поддержки, в районе цены 1.7184 можно будет покупать. Евроканадец также имеет линию поддержки. Если дойдем до нее, то в районе цены 1.3387 можно будет покупать. Новозеландский доллар, швейцарский франк. Сейчас, ну, на прошлой неделе мы уже прекрасно, очень шикарно отбились от этой линии поддержки. Кто смотрел мои прошлые выпуски, заработал на этом. Сейчас цена уже, вот тоже еще раз недавно отбилась, и сейчас уже пробивает эту линию. Здесь какой вариант? Цена может пройти вниз немножко, надо дождаться этого момента. Затем она вернется обратно. Если она вернется, то в районе цены 0.6254, она может отбиться вниз, и можно заработать на падение. Так называемая зеркальная линия сопротивления. Вообще, я люблю очень зеркальные линии, они лучше отрабатываются, чем классические, о чем я на своем курсе и рассказываю. Полный обзор по остальным валютам вы можете посмотреть у меня на канале. Сейчас давайте посмотрим экономические события. Понедельник, вторник пропускаю, там особо нет новостей. Вот уже начиная со среды, у нас заявление ФОМС, решение по процентной ставке ФРС и пресс-конференция ФОМС. Все в одно время. Процентная ставка планируется повыситься в Америке, поэтому ожидаем укрепления доллара. Вообще, кстати, я хочу сказать, так, дополнительную аналитику, что учитывая то, что сейчас по всему миру нарастают, скажем так, риски вооруженных конфликтов, это приводит к тому, что экономика, бизнес начинает стопориться, затихать, уходить из стран из некоторых, вот, и в связи с этим экономика замедляется. Естественно, что хочет правительство любой стороны ее немножко поддержать. Чтобы поддержать национальную валюту, ставки повышаются. Поэтому мы сейчас наблюдаем уже вот две недели подряд, три недели подряд повышение процентных ставок по всему миру, да, не только в России. В России, кстати, она снижается, на самом деле. Вот на прошлой неделе снизилась. А в других странах она повышается. Поэтому вот я наблюдаю, что по всем странам они повышаются. И тренд этот будет, наверное, сохраняться, за исключением России. Вот поэтому ожидаем укрепления. Ну, в общем, неплохо зарабатываем на именно повышение процентных ставок, что и вам, собственно говоря, желаю. Подключайтесь к моему телеграм-каналу, в том числе я там стараюсь оповещать о важных событиях. Вот. И в четверг у нас ВВП по Новой Зеландии. Тоже изменение интересное. Далее решение процентной ставки по Швейцарии. Ну, здесь не будет никакого повышения, не планируется. Но, тем не менее, новость волатильная, да, по Швейцарии. Имейте это в виду. Также повышается процентная ставка в Британии. Это также у нас в четверг. Вот. Хорошая новость. Так. Ну, и, пожалуй, все. В пятницу там не особо выступление. Это, как бы, не так важно. Вот такие вот новости и сигналы на эту неделю. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok